Одиночные подвоенные и тройные удары. Работаем раз один, раз второй. С места. Левая ножка, она как джек. Вылетаем без предупреждения, без замаха, без разножки, без ничего. Отсюда я сразу трогаю ему плечо и становлюсь. Пам-пам. Смотрим внимательно за ножками. Парам-пам. 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 Прочитал сразу. Для этого ты делал мак-листок. Он сразу понял, о чём я говорю с тройными ножками, он понял. Многие делают, после удара они ставят сильно близко ногу. И тогда они удобнее. Они делают один шаг. Отсюда я, когда выкидываю джек, у меня ничего не происходит. Так же самое, я выкидываю ногой, я выкинул ногой, я выкинул огонь, я выкинул огонь, но я здесь. Но многие делают вот эту штуку. Пришаг. Это тоже всё можно натренировать. Сначала кажется неудобно, сложно, некомфортно, но всё натренируюсь. И поэтому отсюда, когда надо, я прикормил, потом я могу ударить или нашагнуть и ударить. Но, в принципе, как все знают, скорость заменяет силу. Чем быстрее, тем сильнее. Поэтому отсюда, если сюрприз какой-то вылетит, никто не будет против. Левая нога работает. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Работаем 40 секунд. Второй раунд мы работаем правый low, левый middle. Правый low, левый middle. Правый low, левый middle. Раз, два. Раз, два. Видишь ты? Раз, два. И там только что делал под шаг. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Третий раунд. И там три ноги. Наверх, вниз, наверх. Наверх, вниз, наверх. Наверх, вниз, наверх. Наверх, вниз, наверх. Левша один, да, левша? Левша бьёт левой ногой по печени. Почему тайцы используют очень много левой ноги? Потому что она бьёт печень. И блокирует жёсткую руку сильно. Здесь я побоюсь ударить правой рукой, потому что пропущу печень. Отсюда, если, в принципе, рёбра сильные, мышечный корсет сильный, то тут редко бывает в жиловесах, что ломают рёбра. Но это крайне редко. По печени хватает двух-других касаний. Поэтому левая нога всегда, как правило, она отстаёт. Правой ногой мы спускаем, поднимаемся по лестнице. Не знаю, садимся в машину. Правой рукой здороваемся. Правая у нас, в принципе, у правши, она активная. Левая всегда чуть-чуть, чуть-чуть не наша. Поэтому все задания, все упражнения начинают с левой стороны. Пока они свежие. Потому что правая не выложились, а потом на левую уже не хватало ещё ближе. Да, и вообще упражнения, как правило, с левой руки. Потому что упражнения на левую руку сложнее, на левую сторону сложнее. Правая более привычная. Они на правой вылаживаются, а на левую потом уже упускают все на левую. Три по сорок. Левая нога сорок секунд. Раз, раз. Делаем ритм тоже. Не бьём. Товарищу говори, легче. Он должен контролировать. Касаться. 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 Ритм, скорость, да. Но без силы. Контроль. Дотронулся. Не ударил. Две ноги. Вторые сорок секунд. Раз, два. Раз, два. И три ноги начали сверху. Вверх, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. Приготовились. Здесь. Но главное, минимум движений. Грубо говоря, вы должны ударить без предупреждения. Без показания того, что вы будете бить сейчас. Потому что кто-то вообще поменял стойку, я сейчас буду бить отсюда. И ты понял, я стоял здесь, сейчас я буду бить отсюда. Предупреждаю. Кто-то делает какой-то шаг. Любое движение. Мы просто стоим, я подхожу к человеку. Человек. Чего он пришёл? Напрягается. Любое движение здесь, а когда здесь импульс у людей горит, любое движение, оно читается. Оно предупреждает, оно сокращает. Поэтому надо минимум создавать движение. Я спокойно здесь. Пам! Вылетела нога. Отсюда в данный момент она вылетела просто. Без. Если растяжка не позволяет, или чуть-чуть. Касайтесь сюда. Касайтесь сюда. Сюда тоже можно ударить. Он здесь, он право атакует. И мы его высекаем. Бросим. Тоже самое, если мы три ноги не попадаются вверх, мы просто начинаем. Две ноги. Две вниз, значит. Но минимум движения. Всё очень, как бы, так сложно. Раз. Два. Одним. Два. Три. Три движения это три удара. Нет. Пришаг. Удар. Перешаг. Удар. Два шага. Семнадцать движений. Три удара. Это лишнее движение. Поехали. Три. Три. Три.